Конечно, проблема пробок еще не настолько актуальна в нашем небольшом городе, но когда-нибудь прогресс с этими негативными факторами, как пробки, дойдет и до нас. А значит, пора обращать внимание на летающие гаджеты, как сделал это прямо сейчас Дима Старостенко. Летающая ступа, правда, без бабы-яги, летающий пончик или даже целая ванна – это не сюжеты и сказок, а вполне высокие технологии. Как сказал бы папа дядя Федора, вот до чего техника дошла. Так до чего она дошла? Давайте посмотрим. Французскому изобретателю не хватило обычного сигвея, и он решил поднять его в воздух и парить там маки-птица. Отличительной особенностью устройства являются две рукоятки, за которые может держаться пилот. А вот ноги не обязательно пристегивать к платформе. Человек должен просто встать на нее и взяться за рукояти. Получается, что ты управляешь неким подобием сигвея в трехмерном пространстве, а не в одной плоскости. Баба-яга просто обзавидуется. Создатели заверяют, что гаджет может подниматься в воздух на расстоянии до трех километров и развивать скорость до 150 км в час. Максимальное время полета составляет 10 минут, так что не поднимайтесь слишком высоко. А вот в эмалированной ванне, спорим, вы еще не летали. Немецкие энтузиасты, братья-близнецы, задумались о продвижении более удобного транспортного средства. Туда и покупки положить можно, и ноги поберечь в конце рабочего дня, или просто слетать в булочную за свежей выпечкой. Кстати, изобретатели даже получили разрешение местных властей на испытательные полеты. Единственное ограничение – не выше 30 метров над землей. Управляется аппарат дистанционно, как и обычные беспилотники. Управляется аппарат дистанционно, как и дистанционно. А поднимает диковинный транспорт воздух, прикрепленный по бокам шесть винтов, аналогичные тем, что устанавливаются на квадрокоптеры, только помощнее. И это понятно, все-таки ванна, да еще с пилотом внутри. Французы были, немцы тоже, следующие на очереди канадцы. Те создали весьма оригинальный дрон. Устройство компактное и может успешно конкурировать с обычными квадрокоптерами. А внешний аппарат очень похож на такой себе технологический пунчик. Тем более, что и размеры аналогичные. В округлый корпус беспилотника поместили пару пропеллеров, защитив их решеткой из пластика. Внутри встроена батарея. Она гарантирует 12-15 минут полета в автономном режиме. Кроме того, устройство оборудовали встроенной камерой, способной делать видеозаписи в формате HD. Управлять полетом можно при помощи специального приложения. В будущем авторы планируют оснастить дрон системами, позволяющими ему уклоняться от столкновений с препятствиями, а также ориентироваться в пределах помещений. А следующий герой – гроза всех рабочих. 3D-принтер под названием «Летающий слон» выглядит как стандартный беспилотный аппарат, снабженный шестью двигателями. Но вот в центре нижней части установлен экструдер, подающий материал для 3D-печати. Например, пластик, бетон и другие компоненты. Разработчики надеются, что симбиоз летающего объекта и принтера найдет применение в строительстве сложных конструкций. Особенно полезные летающие слоны будут при создании небольших элементов здания, которые не под силу возвести промышленному принтеру. К тому же гаджет может работать в труднодоступных местах. Привет, моя подруга может достать языком до локтя. Видели, да? И пусть ощущение полета останется с вами надолго. Парите, но не забирайтесь слишком высоко. Пока-пока.